И вот она долгожданная суббота семейного тимбилдинга в мини-босс. Взрослые дети делятся на команды и отправляются в мысленное путешествие по космическим просторам. Каждая локация – это станция или планета, на которой нужно выполнить свое задание. Самое сложное – это все-таки были кольца Сатурна, потому что там мало места, мы все взрослые, большие. И пришлось даже одного человека взять на плечи для того, чтобы пройти. Ну, интересно было, весело. Прошли только что Млечный путь. Оказалось, что надо оббежать в стадион Черноморец, фотографироваться в необычных локациях. Некоторые задания сложно пройти с первого раза. Паутина требует внимательности, ловкости и умения договариваться. Иначе можно запутаться. Мы не пришли, у нас прочерк. Не все до конца понимают, где нужно лечь, где прыгнуть. Градус эмоций растет с каждым заданием. Участники включают воображение, проявляют находчивость. А на локации Эйнштейна еще и экологическую сознательность. Цель моего задания была отсортировать мусор и попасть ими в корзины. Для привлечения детей и взрослых к тому, чтобы они учились сортировать мусор. Пластик к пластику, стекло к стеклу. Здесь самая музыкальная планета галактики Минивоз, где нужно придумывать и исполнять песни, играть на игрушечных или воображаемых инструментах. Взрослые больше пользуются уже имеющимся опытом. А дети, они добавляют что-то свое. Они более открыты, более креативные. Доверие – фундамент любой команды. Задание, которое малыши в Минивозе называют «паровозик», на самом деле сложное. Идеально подходит для тех, кто стремится одолеть эгоцентризм и научиться эмпатии. У детей почему-то проще получается. Дети, они просто как будто бы чувствуют друг друга. Я вот сейчас смотрю, наблюдаю за ними и понимаю, что я была такая же. Но я также вижу, что они уже по-другому мыслят и они по-другому ее совершенно проходят. Команды младших мини-боссов делятся восторженными эмоциями. Сегодня они здорово проводят утро. Путешествуют от одной космической станции к другой. Они открывают для себя новые смыслы. Понимают, кто такой лидер. Лидер – это главный, кто ведет всю команду за собой. Если не будет лидера, то команды просто не будет. Если он нарушает, если он производит какую-то ошибку, команда уже вся делает эту ошибку. Надо думать перед тем, как отдавать какие-то приказы. В издне тимбилдинги в бизнес-школе мини-босс – обязательная часть обучения. Они проводятся несколько раз в год. Навыки команды образования нужны студентам для дальнейшей проектной работы. Тимбилдинги помогают сдружить ребят, как ничто другое. Потому что здесь ребята понимают, что такое командная работа, какова роль и функция капитана. Именно во время тимбилдинга они учатся быть настоящей командой. Большая семья мини-босс возвращается из космического путешествия домой на одной волне воодушевлении и радости. И как принято, в этих космических гонках побеждает дружба и командный дух. Каждый из участников вынес для себя что-то свое. Например, смог оценить способности к лидерству, увидеть, что ошибка – это еще один вариант решения. Или как по-разному мыслят окружающие люди, и если объединить идеи, можно придумать что-то сверхоригинальное. Важно и то, что дети почувствовали, как участие и поддержка близких людей дают им неисчерпаемый источник сил и вдохновения.